Расстреливали людей в упор. Что известно о теракте в Крокус-Сити-Холе в Подмосковье. В России вечером 22 марта произошел крупный теракт. Неизвестные открыли стрельбу в Крокус-Сити-Холе в Красногорске, Московская область. К настоящему времени число погибших уже превысило 90 человек. Более 100 получили ранения. Среди пострадавших – гражданин Беларуси. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Белта собрала основную информацию к этому часу. Вооруженные автоматами в камуфляже. Что известно о теракте? Теракт в Крокус-Сити-Холе произошел около 20.00 за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Вооруженные автоматами люди в камуфляже ворвались в здание, стреляли в упор по всем, кто встречался им на пути. Затем они вошли в концертный зал, заполненный зрителями, и продолжили стрельбу. Между вторым и третьим звонком через портер пробежали как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, сообщил корреспондент РИА Новости, оказавшийся на месте ЧП. Они открыли стрельбу из автоматического оружия и бросили гранату или зажигательную шашку. Люди легли на пол. Минут через 15-20 стали выбираться ползком. Кому-то это удалось. Тем временем в здании вспыхнул пожар. Огнем была охвачена треть здания. Началась эвакуация людей. Внутри здания остаются люди. Некоторых из них видно в окнах. На место прибыли почти все оперативные службы, в том числе несколько десятков карет скорой помощи, которые принимают пострадавших, сообщал ТАС. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Спасатели снимали людей с крыши. Таким образом, было эвакуировано около 100 человек. К тушению огня привлекали авиацию. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды. Кровля сооружения сгорела и почти полностью обрушилась. Около часа ночи пожар был локализован. Сейчас пожарные расчеты осуществляют проливку здания. Сразу же после получения сигнала о стрельбе по тревоге были подняты Московский СОБР и ОМОН. Крокус-Сити-Холлу также было направлено более 30 областных и 20 столичных бригад скорой медицинской помощи. Напавшие на Крокус-Сити-Холл террористы предположительно скрылись на белом Рено-Симбол. Фото есть в распоряжении РИА Новости. На снимке запечатлена иномарка в старом кузове белого цвета с тонированным задним стеклом. Около 11.00 появилась информация о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, участвовавших в нападении на Крокус-Сити-Холл. Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта, рассказали в пресс-службе президента РФ. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов. Шли и в упор стреляли, что рассказывают очевидцы. Напавшие на посетителей подмосковного Крокус-Сити-Холла расстреливали людей в упор. Об этом рассказал очевидец теракта Андрей Лепко в беседе с известиями. В восемь часов еще начала концерта не было. Паника была. Все начали бежать, толкаться. Видел в камуфляже с автоматами. Шли и в упор стреляли. Поделился он. По словам очевидца, одним из выстрелов ранило его супругу. Вдвоем они сумели выбраться из помещения, следуя за толпой. Снаружи его с женой пригласили в свою машину неравнодушные люди. Автомобиль быстро доставил пострадавшую к ближайшей скорой помощи. Лепко сообщил, что сейчас его супругу прооперировали, и она идет на поправку. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Очевидцы также рассказывают, что когда началась стрельба, охрана помогала людям спастись, открывая запасные двери. Собеседница ТАСС Ольга отметила, что затрудняется сказать, во сколько точно все произошло. Сама она в это время находилась около сцены. Услышали звуки автоматных очередей и увидели, как люди вдруг начали бежать и свои в зал. Поняли, что что-то не так, и побежали через сцену наружу. Я фотограф и очень хорошо знаю, как устроен изнутри крокус. Охрана открывала дополнительные двери, рассказала Ольга. Полагаю, нам очень повезло. Ни атакующих, ни раненых я не видела. Не знаю, кто, сколько и как пробрались. Добавила она. Еще один очевидец по имени Алексей рассказал, что приехал к рокус-сити-холлу, когда все только началось. Видел, как люди выбегали с криками. Была стрельба. Стреляли автоматной очередью. Как я понял. Не помню, сколько их было. Но мой друг, который находился там, сказал, что несколько. Отметил он. Посетители крокус-сити-холла, находившиеся далеко от входа, приняли сначала звуки выстрелов за монтажные работы. Об этом сообщил один из очевидцев трагических событий Михаил Семенов. «Мы начали слышать громкие хлопки, характерные. Но понять, что это выстрелы, было невозможно. Мы подумали, что что-то падает, так как в это время разбирались выставки, и, возможно, кто-то ронял крупные предметы. Хлопки начали становиться чаще, и вдруг раздался крик. Хлопки начали становиться очередью. Тогда стало понятно, что это стрельба», – рассказал собеседник агентства. По его словам, он попал в здание через один из входов, где вообще не было охраны. «Должен сказать, что когда мы заходили, двери были открыты. Там стояла бабушка, которая показывала, что пикник туда», – отметил собеседник агентства. Среди погибших и раненых дети. Что известно о жертвах? В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибли более 90 человек. В ведомстве отметили, что число жертв может увеличиться. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о 115 госпитализированных. Среди пострадавших – гражданин Беларуси. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. «Сейчас идет процесс установления личности всех пострадавших. По имеющейся в посольстве информации, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики. Ждем публикации данных по погибшим», – сказал Крутой. Между тем, в опубликованных на утро субботы списках Минздрава Московской области указано, что при теракте погибли трое детей. Еще 121 человек находится в больницах Москвы и Подмосковья. В списках раненых также трое детей – 7, 8 и 11 лет. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что у одного из пострадавших детей огнестрельное ранение. «У нас есть пострадавшие дети. Их немного пока. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но все пока в состоянии средней тяжести. Есть мальчик, которого ударили прикладом автомата. Состояние стабильное», – сказала она. Основная работа по экстренной помощи пострадавшим на данный момент завершена. Сейчас врачи стабилизируют состояние пациентов и продолжают работу с теми, чье состояние оценивается как наиболее тяжелое. Ведущие медицинские специалисты России привлечены к оказанию помощи пострадавшим. Директор научно-исследовательского института скорой помощи имени Скрифосовского Сергей Петриков сообщил, что соотношение пострадавших, поступивших после теракта в московские клиники, в тяжелом и более легком состояниях примерно одинаково. У поступивших пациентов разное состояние. Есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии. Есть пациенты, которые находятся в более легком состоянии. Где-то это 50 на 50, – сказал Петриков. Даны все необходимые указания. Какие меры предпринимают власти? Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину в первые минуты, произошедшего в Крокус-Сити-Холле, было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. «Президентам даны все необходимые указания», – сказал Песков. В пресс-службе президента РФ также сообщили, что директор ФСБ Александр Буртников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель СК Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта, произошедшего в Крокус-Сити-Холле. Другие подробности пока не сообщаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального аппарата Следственного комитета России. СК РФ уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ – террористическое акт. В целях безопасности аэропорта Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский усилили меры контроля, сообщает ТАСС. Об усиленных мерах безопасности на вокзалах и станциях, а также в поездах и местах массового скопления людей, также сообщили в РЖД. Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили Красную площадь в центре Москвы. Все входы на площадь перекрыты, там дежурят сотрудники ОМОН. Режим повышенной готовности объявлен в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В ряде регионов России отменяются массовые мероприятия. Власти некоторых областей усиливают контроль на въездах, а также на вокзалах. Для этого привлечены резервные подразделения силовых структур. В Миноборнауке РФ рекомендовали вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия на дистанционный режим. Специальный фонд России создал рабочую группу по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим при теракте. Всем пострадавшим и семьям погибших будут оперативно оказаны меры поддержки, осуществляемые фондом, сообщил ТАСС председатель ведомства Сергей Черков. Мы видим, что ходынь повторяется. Что говорят в России? Москва будет запрашивать заседание СБОН в связи с терактом в Крокус-Сити-Холле и требовать провести его ближайшее время. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ТАСС. Наши дипломаты будут поднимать этот вопрос в первую очередь на заседании Совета Безопасности ООН. «Я уверен, что они будут требовать в ближайшее время провести заседание Совета Безопасности для того, чтобы разобрать все дела и получить от мирового большинства, от крупнейшей международной организации осуждение этих действий», – сказал он. Мирошник назвал теракт циничным актом, о подготовке которого знали в США. Циничный и подготовленный теракт, о подготовке которого почему-то заблаговременно знали американцы, точно указывая на места скопления людей и концерты. Боевики, судя по видеокамерам, явно с боевым опытом или выучкой. В бронежилетах, с автоматическим оружием и взрывоопасными предметами, с которым они смогли прорваться в многолюдный торговый центр. Они не брали заложников, а просто расстреливали безоружных, попадавшихся им на пути. Стреляли не в кого-то конкретного, а просто расстреливали первых попавшихся людей, – написал дипломат в своем телеграм-канале. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все мировое сообщество должно осудить кровавый теракт в Крокус-Сити-Холе. В МИД России поступают звонки из разных стран мира, от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в Крокус-Сити-Холе, и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. «Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление», – написала дипломат в своем телеграм-канале. Она также заявила, что Вашингтон должен незамедлительно передать России данные о теракте в Крокус-Сити-Холе, если он ими располагает. На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности. Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», – отметила дипломат, комментируя заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что совершившие теракт в здании Крокус-Сити-Холла должны быть уничтожены. «Страшная трагедия произошла в Крокус-Сити-Холле. От рук вооруженных бандитов погибли и пострадали беззащитные люди. Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», – написал Володин в своем телеграм-канале. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии в Крокус-Сити-Холле. Посол России в Беларуси Борис Грызлов сравнил теракт в Крокус-Сити-Холл с трагедией в Хатыни, день памяти которой отмечался 22 марта. «Это страшная трагедия. Безусловно, бандиты, фашисты с оружием устроили этот теракт. 22 марта – это день Хатыни, и мы видим, что Хатынь повторяется. Это и убийство тех, кто пытался уйти, и поджег оставшихся. Поэтому я это сравниваю с Хатынью», – сказал посол журналистам. Он выразил надежду, что причастные к теракту будут найдены и уничтожены. Грызлов выразил благодарность белорусам, которые несут цветы к зданию посольства России в Минске и зажигают лампады в знак скорби. «Россияне и белорусы едины. Тут я уже говорю в рамках такой трагедии. Это не пафос. Мы братья, и мы друг друга поддерживаем», – сказал посол. Это наша общая боль. Как отреагировали в Беларуси? Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактом в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования, в связи с чудовищным терактом в концертном зале Крокус-Сити-Холл в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители. Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание. В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим», – говорится в соболезновании. Премьер-министр Роман Головченко от имени правительства Беларуси выразил соболезнование руководству России и братскому российскому народу. «Всем родным, близким, семьям погибших искреннее пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим в чудовищном террористическом акте. Убийство безоружных людей, пришедших провести пятничный вечер в развлекательном центре – это ничем не оправданное варварство и жестокость», – отметил Головченко. «Уверены, что все причастные к этому злодеянию понесут заслуженное наказание». Соболезнования руководству России и российскому народу принесли председатель Совета Республики Наталья Качанова и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко. С осуждением теракта также выступили представители министерств, местных органов власти и общественных организаций Беларуси. Представители общественности и молодежь несут цветы и лампады к посольству России в Минске. «Наш президент сказал те слова, которые сейчас разделяет каждый белорус, каждый честный человек. Мы солидарны с Россией. Нас никто не сломит, нас не запугать. Мы никого не боимся. Соболезнования родным и близким погибших, выздоровления раненым. Будь прокляты те, кто это все организовал. Их всех найдут, и они понесут наказание», – сказал журналистом депутат Вадим Гигин в связи с терактом в Подмосковье. Замглавы администрации президента Республики Беларусь Игорь Луцкий, возложив цветы у здания посольства, сказал следующее. «То, что произошло, никак не может быть оправдано. Это недопустимо в современном мире. Это варварство в самом ярком его проявлении. Еще раз глубокие соболезнования братскому российскому народу. Мы были и будем всегда вместе. И в горе, и в радости. Мы победим всю эту террористическую, экстремистскую навалу. Чего бы нам это не стоило. Конечно же, самое главное – не допускать таких чудовищных терактов. Это наша общая боль». Начальник Главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингоросполкома, председатель Минской городской организации БСЖ Ольга Чемоданова сказала «Страшно и больно за мирных людей, которые погибли». «Утром 22 марта мы все возлагали цветы в Хатыни. Люди отдавали дань памяти и уважение тем, кто погиб в годы войны. Вспоминали, делились впечатлениями, плакали. Молодежь шла с нами, и каждый из нас говорил о том, что никогда не позволит, чтобы на нашей мирной земле повторилось нечто подобное. Вечером мы все пришли к российскому посольству, когда узнали о страшной трагедии – теракте в Подмосковье». Министр здравоохранения Беларуси Александр Хаджаев созвонился со своим российским коллегой Михаилом Мурашко. Он отметил, что Минздрав Беларуси готов помочь российским коллегам в оказании пострадавшим всей необходимой помощи. Организовать выезд высококвалифицированных бригад, направить медикаменты, запасы донорской крови и ее компонентов. В том числе предложена была помощь специалистов-психотерапевтов и психологов для работы с пострадавшими и их родственниками. В посольстве Беларуси в России сообщили, что сейчас выясняют, есть ли среди пострадавших в концертном зале Крокус-Сити-Холл белорусские граждане. Кошмарный акт против невинных людей. Какова международная реакция? «Свои соболезнования в связи со случившимся и осуждением происшествия на различном уровне выразили как дружественные, так и недружественные страны», сообщает ТАСС. Заместитель представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак сообщил, что ООН опечалена новостями о теракте. После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что формулировка офиса генсека вызывает большие вопросы. Дипломат потребовала от ООН безоговорочно осудить теракт. В заявлении, позднее распространенным Хаком, говорилось, что генсек ООН Антонио Гутерриш самым решительным образом осуждает теракт и выражает соболезнования народу и правительству РФ. Члены Совета безопасности ООН решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в Крокус-Сити-Холле. Они также подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих преступных актов терроризма и их передачи правосудию. Принятое по инициативе РФ заявление опубликовал в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Белый дом выразил соболезнования в связи с терактом. Мы пытаемся получить больше информации. Эти кадры просто ужасны. На них тяжело смотреть и наши мысли, конечно же, жертвами этого ужасного нападения со стрельбой», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что администрация США считает, что Украина не причастна к трагедии. «В настоящее время нет указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе. Но опять-таки, это только что случилось. Мы изучаем это», – сказал Кирби. Он также заявил, что посольство США в Москве ранее призывало американцев, находящихся в России, избегать любых крупных концертов, торговых центров, всего подобного, просто для их собственной безопасности. После этого журналисты спросили у Кирби, располагал ли Вашингтон информацией о том, что подобный теракт готовится. «Я не в курсе того, что нам было заблаговременно известно об этом ужасном нападении. Пусть об этом расскажет Госдепартамент», – ответил Кирби. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриан Уотсон заявил, что США в марте поделились с российскими властями информацией о готовившемся в Москве теракте. В то же время телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что разведка США предупреждала Россию о том, что якобы террористическая группировка, исламское государство, планирует совершить теракты в РФ. Евросоюз также осуждает террористический акт в концертном зале «Крокус-Сити-Холл». Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус-Сити-Холле». «ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», – написал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Станов в соцсети «Х». МИД Германии выразил соболезнование в связи с терактом и призвал быстро расследовать случившееся. «Кадры страшного нападения на невинных людей в «Крокус-Сити-Холле» в Подмосковье ужасны. Необходимо быстро расследовать обстоятельства случившегося. «Наши глубокие соболезнования семьям погибших», – отмечается в заявлении. «Лондон осуждает теракт в «Крокус-Сити-Холле». «Мы осуждаем теракт в подмосковном «Крокус-Сити-Холле». Это ужасная трагедия. Мы выражаем искреннее соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий», – отметили в британском депредставительстве в Москве. «Франция соболезнует в связи с гибелью людей в подмосковном «Крокус-Сити-Холле». Соответствующее сообщение было опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в соцсети «Икс». «Поступающие из Москвы кадры ужасны. Наши мысли жертвами и пострадавшими, с российским народом. Необходимо выяснить все обстоятельства этих одиозных действий», – говорится в сообщении министерства. Глава парламентской фракции нацобъединения Марин Лепен также выразила соболезнования, сравнив события в Подмосковье с произошедшим во Франции в 2015 году нападением террористов на концертный зал «Батаклан». Аналогичную ассоциацию провел и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. «Ужас в Москве напоминает нам о трагедии в «Батаклане», «Мои мысли с россиянами, которые переживают горе», – написал он. Председатель КНР Синь Цзинь Пин направил соболезнования президенту России в связи с террористическим нападением в Крокус-Сити-Холле. «Я потрясен известием о серьезном террористическом нападении на концертный зал в Подмосковье, которое повлекло за собой большие жертвы», – приводит Центральное телевидение Китая слова Синь Цзинь Пина. Китайская сторона твердо поддерживает усилия российского правительства по поддержанию национальной безопасности и стабильности. Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили теракт, в результате которого десятки невинных людей погибли и получили ранения. «Министерство искренне соболезнует правительству и дружественному народу России, а также семьям и родственникам погибших в результате этого чудовищного преступления и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – указано в заявлении МИД ОАЭ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил гнусный террористический акт в Крокус-Сити-Холле. «Индия солидарна с правительством и народом Российской Федерации в этот час скорби», – добавил Моди. «Президент Сербии Александр Вучич проведет срочное заседание Совета национальной безопасности из-за теракта в Крокус-Сити-Холле. «Для меня важно сказать завтра нашей полиции и Агентству безопасности информации Сербии и всем остальным, чтобы в значительном количестве наших ТЦ на стадионах и в других местах массового скопления людей сделать все возможное, чтобы уберечь наше население», – отметил Вучич. Генеральный секретарь Интерпола Юргеншток заявил о готовности оказать поддержку российским властям в расследовании теракта. «Я решительно осуждаю нападение в Крокус-Сити-Холле. Это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании», – заявил генсек Интерпола.